Ну че, будем здороваться? Ну давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мельников Арсений Сергеевич, 9 лет. Меня зовут Железный Сергей. Меня зовут Балерий Константинович. Мне 73 полугода. Так, значит, не будем обращать внимания, что ребяток не совсем здоров. Я не совсем больной. Только наполовину. Поэтому мы не хотим терять целые дни, когда можно пообщаться. Хотелось бы с ровесниками. Я со своими, которым 50-57, а ты, надеюсь, приобретешь тут друзей. Пусть приглашают детей. Так скажи, пригласите детей, им тоже будет интересно. Пригласите детей, им будет очень интересно. Да, и тогда что? Тогда будет хорошо. Ну что, мы остановились вот на этой фотографии. У нас уже 7 или 8 серий. 7. Че скажешь? Ну скажу то, что... Ну, персик-то, почему в докладном состоянии? Почему не вверх расти, а там бог? Потому что ты его полянам придавил. Правильно. И он начал бог расти. И это вот так получилось. И его полностью накрыло снегом. Да. Но я немножко подгреб снегу. Зато гарантированно урожает на многих регионах очень холодную Россию. Да. У нас сегодня самый холодный край, правильно? Да. Вот, идем дальше. Ну, это ты ни за что не прокомментируешь. Вот это что за дерево? Огромными листьями. Это дерево с огромными листьями. А, черешни. Вот, вот такая вырастает за один сезон. Если у нее, она привита на мощную сибирскую кустамовую вишню. Европа отдыхает тебе, Сеня. Ни черта погубили свои вишневые сады. К нам не обращаются за помощью. Ты знаешь, что я баба на кухне сейчас делает? Что? Семенами занимается, которые Европе не нужны. А если взять эту сибирскую штабовую вишню, огромное дерево, крупное, привить на нее черешню, и она в Сибири живет, и не... Ой, у меня сегодня ночью с фотографией Соньки, как это птицы клюют там, на высоте 6-7-8 метров. Достать невозможно. А она хитренько с этим, с тазиком под деревом сидит, и это они плевают, и она кончик собирает. И тоже деньги зарабатывает. Вот. Вот что такое настоящая черешня, которая привита на настоящую вишню, получается, общее, мощное дерево, плодосящее... А ведь это Сибирь. А до сих пор до этого никто не дотумкал. К сожалению. Что надо Сибирь обратно возвращать в Европу. Ладно. А ты не зашли догадать, что это, что это такие мощные, какие-то такие, переметальные деревья. Это... Это с яблоками деревья. Яблок. Ты помнишь, как называются? Особо не... Колонны, колонны, колонновидные. 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 Четыре роста твоей тетки Дарьи. Это, кстати, вот тут перед тобой мировые рекорды. Самые крутые в мире. По колонновидным. А это тоже, как в какой-то степени это... Крутильная наша. Вот это мы продаем вот так саженцы. Бедный саженец. Как его затолкать? Мы отрезаем вот так половину. А потом уже... Грузим. Вот, ну, как видишь, что-то умеет, да? Да, умеет. А для чего тут ставится это? Чтобы показать сравнение между этим саженцем и между ребенком. Есть такое слово масштаб. Да, в случае... Ты мульчин тут помнишь? О попугаях-то гораздо длиннее. Помнишь? Ну, этого мерили, этого самого... Удава. В этих... В слоенках. Ну, в обезьянках. Сейчас. Помните, как было назовут? А... 44 обезьяны, да? Нет, значит, другая. Вот. Я говорю, сколько попугаев не проглочил. Короче, мы мерили... Тимошка. Представляешь? Да, это два Тимоши. Сколько и два? Это даже три. Класс, половины. Вот так. Другая что это за девочка? Это Лера. Так. Чего так? Что за сорт? Груши? Груша. Нарядная? Груша нарядная уссурийская. Ага. О, это. Ифио. Ифио. А на дальнем плане вот... Вальдургский орех. Ага, вот это орехом ты специалист. Кстати, знаешь, почему ты специалист? Ты их серфицировал, помнишь? Да. Первым снимали. Я знаю. О, это он русские орехи, Лера, собирал. Кстати, могу вам сказать, что дед за одно ведро дает по 100 рублей. А если, это, видишь, сколько ты на Тимошку наработал? За одно ведро по 500 рублей. Ага. Ты что-то будешь собирать. Взрослые отказались, а он собрал 500 рублей. А так как он был еще младше, чем ты сейчас, я так удивился. Потому что он тогда всех поразил. А получше я тоже так лишню собрал. Вспомню. Ты много собирал лишнюю. Ой, ты одно фото пропустил. Надеюсь. Короче, надо, чтобы дети в мире за себя постоять. Да, детям любого научит раться. А ты не помнишь, как называется слива? Это слива. Ника. Ника. Слива Ника. Слива Ника. Да. Минского отдыха. Вот это вот. Что-то мне что-то. Что-то проскакивает. Это наши гости. Да, это гости. Еще гости. Есть что угощать. О, первый Тимоха. Второй Тимоха. Наших несколько Тимох. О, третий Тимохе. Тимохе. Тимохе, знаешь, я всем показываю. Вот привычка у многих, многие взрослые, они какие-то странные. Неудобно по ребенке говорить. Они заставляют отрезать вот эти ветки. А ты знаешь, их не учат, даже не знаешь, когда на них ничего нет. Димой, осенью, когда их тут сбросят. Ну, калька, это. А потом приходит пора, оплодоносить-то нечему. О, пятый Тимох. Пятый. Пятый. Пятый Тимох. Это мы посадили соседу. Он сказал, если подойдешь секатором, я говорю, это, отрежешь хоть эту веточку. Он уже много накалечил. Я садил, он калечил. Я растил, он калечил. Соседский участок, а новую саду испытывать нам не выдавалось. Ты не помнишь, когда до сорта? Нет, не помню. Перевер. А, персик, ээээ, персик этого. Персиковая слива. Правильно. И вот тогда получалось так, что, слава богу, напугал мужика так, что он боялся подойти к этому дереву. Шестой. Шестой Тимох. Седьмой. Так, а здесь получается некому было калечить дерево, да? Да. В результате что мы имеем? Дерево, которое выросло, как будто какой-то, какой-то, какой-то косяк. Ну, кто умеем, кто умеем. Зато с урожаем. О, я помню эти фото тогда. О, вот это свежее. Да. Да, сейчас это означает. Вот эти два юных человека, ты и Сонька, да? Да. Я попросил сделать символический снимок. Вы собрали то, что я отрезал и оставлял. Здесь, здесь, несколько, ну, это не все, это часть. Это часть, только мы потом все насобирали. Да, и получается, что здесь сотни веток, которые мы сожгем, уникальнейших, не имеющих аналогов на всей планете. Каждое дерево сорт. До сих пор это не удавалось никому. А потом нашелся, ну, у меня есть такой друг, знаменитая международная знаменитость, Курдеву Николай Иванович, который громко на всю страну объявил так. Железов, покажи пальцем, кто это. Железов упразднил понятие сорта. А что это в переводе на нормальный язык, тебе надо знать. Ну, взрослых тоже меня слушает. Это означает, что каждая ветка – сорт. Или будущий сорт. И все это сгорит, потому что это никому не надо. Части вырезал, такие стандартные, по 50 сантиметров. Ну, вот. И темпком все мы их, так и продаем, вон они у нас. Да. Ждут своего часа. А даже то, что мы, как бы, вроде отбраковали, но то, что ты держишь рукой – это ценнейшая вещь, и не имеешь аналогов. Ой, что-то вроде. Вот. Вот назад смотри. То, что не имеет аналогов. Ладно, все. Это мне обидно говорить. Пора уходить. Результат. Наверное, один процент от того, что можно было бы делать. Вот это все сгорит. А вот это напоследок, скажу. Тоже хотел бы сказать, вон там, ждали, видишь, краснеется, это твоя Сонька. А за тобой, ты за Сонькой. Дело в том, что получилось так. 10 февраля вы сказали, хотим на площадку. Я вас привез. Я был в шоке. Это Соня сказала. Мы хотим домой. Когда ты ходил домой, все равно на площадку. И тогда, оказалось, несколько дней, здесь не было ни одного мальчишки и девчонки. Так? Да. Вот. 10 февраля. То есть деревня тоже деградирует. Я могу рассказать немного. Давай. Андрей, представь. Давай, сам команду. Видите, видите, вот там вот. Вот такую штуку. Это качели. Если бы там было полное фото, там бы дальше было бы, там бы была такая сена, которая похожа на остановку. Но на самом деле это небольшой домик, который построили какие-то мальчишки. И там внутри даже мебель какая-то была. И там даже была надпись. Максиму не входить. Я не знаю, что это и почему, но давай к следующему. Ну, входить больше некому. Давай. Видите? Вот эту часть фото я могла описать так, то, что... То, что меня мучает Сонька. Потому что она меня силой затолкнула в эту карусель. Начала меня крутить. И потом до самого города меня тошнила. В городе тоже. В городе тоже. В городе меня тоже тошнила. А не знаю, что надо чаще на карусели кататься. На карусели даже космонавты тренируются. Да, я знаю. А ты раз в год, конечно, тошнили. Сонька у нас молодец. Любого парня побьет ее возраст. Да. Тимоха. Восьмой. Девятый. Девятый. С... С черешней. Я же так чувствую, что надо заканчивать. Но, по-моему, уже... А, нет, это... Это лишнее с того черешни. Правильно. Только тут такое дело, что я иначе не могу вести. Давай-ка я отойду. Хочешь, полистай. Что-нибудь скажешь, скажешь. Этот будет твоя первая красная самостоятельная работа. Давай. Давай. Потому что, видо, и сухожая гора. Можно я отойду? Можно я отойду? Суп. Дорожай. Если много договорить, будет вторая серия. Угу. И это же, конечно, давай. Да. Так. Дальше. Десятый тимоха. С той же самой... С той же самой вишней и с тобой черешней. И... И тут... Он держит... Ведерки небольшом, потому что он ее собрал. Дальше. Это... Татьяна Железова. Железова. Это... Внучка... Моего крестного отца. Ну, вот, скажем... Невестка. 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 А что она собирает? Ну, ты мне разглядишь. Там что-то непонятное. Невестка. Невестка. Ну, это малина, наверное. Невестка. 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 Невестка спит. Невестка спит. малина это вкусная это ну каждого я хотел сказать добавить и вынужден добавить, потому что мне ее прислал сам великий садовод Патенков Визик Сеич дальше мы видим уже двоих Тимоху и меня тут у нас на фоне тут мы на фоне видим опять опять малину с этим же сортом и тут мы видим то что мы с Тимохой сейчас ее будем собираться кушать и собирать я там еще маленький был я ее собирался поесть вкусненько дальше мы тут опять видим Тимоху которую опять возле малины вот тут уже дед со мной возле куста малины деда помнишь какой сорт вроде лорд правильно деда сорт у нас сорт вот тут это мы в гостях мы в гостях у Тотарова Владимира и он наш угощает с персиками эти персики очень вкусные это я знаю так никуда гадаться дальше Тимоха собирать Тимоха проводи мне кажется или у него в руке слива нет это не слива а это не болит вишня черешня это его штанина любой никто не скажет что я обманывал листья очи черешни но уже не вишня вот у него в руке у него в первом руке у него вот такая вот вишня с табом черешни а в другой руке у него повта похоже я не знаю что это дальше он тут рядом дальше он тут рядом это либо слив либо абрикосы я не знаю а это абрикосы тут видно вот да 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 это что интересно манджурский абрикос который переделал сатурзи а еще здесь свет изменил еще и вкусным стал да Тимошке трудно угодить дальше мы увидим как Тимоха возле той же возле того же абрикоса это абрикос манджурец да дальше теперь он тут возле яблочек давай эту фотографию закончим это все таки давай скажем что это все таки яблони да это яблони да ладно давай закончим на этом так что надо пожелать сказать надо сказать то что мы хотим чтобы все дети мы хотим чтобы все дети были хорошие некапризные и может быть даже были садоводами и смотрели нас и чтобы всю жизнь провели в саду да я уже пошел до свидания ладно всем до свидания спасибо за просмотр спасибо за внимание всем пока спасибо 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 спасибо